Есть еще рубрика «Индивидуальные заказы», где незрячий человек может зайти, заказать какое-то описание объекта, допустим, своей личной фотографии или какой-то понравившейся ему открытки, или образца одежды, или еще чего-нибудь такого. Таким образом, любой зрячий человек, в принципе, за сравнительно небольшое время может сделать описание и помочь множеству незрячих людей, которые как непосредственно прочитают это описание сами, так и им может кто-то переслать, если они не подписаны на нашу рассылку. Делимся бесценным опытом. В Белгороде открылся 4-й межрегиональный форум «Человек мира» в память о нашем земляке Василия Ярошенко. Он проходит раз в два года и собирает самые интересные и перспективные проекты, направленные на реабилитацию и социализацию людей с ограничениями по здоровью. В числе наиболее любопытных и полезных разработок екатеринбургский сайт под названием «Опиши мне». Он создан для слепых и слабовидящих. Получить текстовую информацию с компьютером можно при помощи специальных аудиопрограмм. Но пока не существует программ, расшифровывающих графическую информацию. Это могут сделать только люди. Сайт выступает площадкой-посредником между теми, кто нуждается в словесном описании картины, клипа, исторического фото, и теми, кто готов это описание сделать. В роли такого волонтера может выступить любой. Основная задача форума – это обмен опытом и его тиражирование в другие регионы России. Завтра, 21 апреля, в Центральной детской библиотеке строителя будет открыта творческая лаборатория, где белгородские педагоги проведут мастер-классы по песочной терапии и адаптивной физкультуре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова